В столице Чувашии завершается подготовка к отопительному сезону. С этого года за подачу тепла вместо коммунальных технологий будет отвечать муниципальное предприятие «Теплосеть». Еще в 2007 году коммунальные технологии получили в аренду около полусотни городских котельных и более 300 километров тепловых сетей. В этом году из-за миллионных долгов компании арбитражный суд вынес решение о расторжении договора аренды между городом и коммунальными технологиями. Сейчас сети, котельные и имущество передают обратно. Заниматься подачей тепла отныне будет специально созданное муниципальное предприятие «Теплосеть». В новую организацию перейдет и большая часть персонала. По состоянию на 1 сентября 2018 года трудоустроено в МУП «Теплосеть» 752 человека. В течение сентября в МУП «Теплосеть» будут дополнительные приняты работники производственных участков и инженеры технических служб, необходимых для осуществления деятельности предприятия. Общая штатная численность предприятий составит 1140 человек. Подготовить все объекты к предстоящему отопительному сезону руководство «Теплосети» обещает к 20 числам сентября. Чтобы ситуация с долгами не повторилась, необходимо активнее переводить собственников на прямые платежи в обход управляющих компаний, отметил Алексей Ладыков. Если мы не сможем перейти на прямые платежи, то деньги пойдут мимо теплоснабжающей организации. Соответственно, теплоснабжающая организация не сможет платить за поставку газа, за поставку других энергоресурсов, что может привести к очередному банкротству уже нашего муниципального предприятия. Один пример мы имеем, второй пример нам не нужен. По нормам отопление дают, когда средняя температура в течение пяти суток не поднимается выше плюс 8 градусов. По предположениям синоптиков, это произойдет через 3-4 недели. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.